Всем привет, меня зовут Семен, это GrandLine и сегодня мы поговорим про террасу и террасную доску. Заваривайте кофе, ведь сейчас в самом кратком формате я расскажу, как отличить, например, качественную доску от самой простой. И, конечно, про самые интересные нюансы и особенности террасной доски GrandLine. Терраса – это здорово. С одной стороны, просто настил, ну а если посмотреть с другой, это и зона отдыха для всей семьи, и, если потребуется, кабинет на свежем воздухе. Но отсюда и ключевой минус. Терраса претерпевает все капризы природы. Солнце, ветер, снег и дождь. Особенно нам страшна последняя парочка. Понятное дело, что при выборе материала в террасе главное – это комфорт для перемещения и времяпрепровождения. В тапочках или вообще босиком. Причем как в жаркую погоду, так и в прохладную. Поэтому самый распространенный материал для террас – это дерево. А дерево не любит ни снег, ни дождь. И со временем деревянные террасы могут терять свой оригинальный внешний вид. Поэтому в качестве универсального решения в парадигме поставил Ират, и появилась террасная доска на основе древесно-полимерного композита. И сейчас я подробно расскажу про особенности и нюансы этого материала. Вот и основной гвоздь программы. Террасная доска Grand Line. Насыщенный цвет, идеальная геометрия, объемная фактура дерева. Можно, конечно, и благородное тиснение, но о дизайнах мы поговорим чуть-чуть дальше. А пока про сам материал. Древесно-полимерный композит или просто ДПК – это материал, состоящий из древесной муки, полиэтилена низкого давления и набора присадок. Присадки – это набор химикатов для укрепления связи внутри композита и увеличения сопротивления ультрафиолету и поглощению воды. ДПК бывает разным по качеству в зависимости от рецептуры. Знать это вам стоит вот зачем. В зависимости от стоимости рецептура террасной доски у разных производителей может вполне быть и вот такой. Формула экономии обычно проста. Больше древесной муки и меньше присадок. Обращайте внимание при выборе террасной доски на состав. Кроме того, в состав террасной доски добавлена гранитная пыль. Это лучший наполнитель для сопротивления влагопоглощению. И по этому показателю гранитная пыль значительно превосходит мел и доломит. Если у доски есть проблемы с влагопоглощением, то она, вероятно, будет разбухать, разрушаться и выглядеть как-то вот так. Кроме того, доски с бюджетной рецептурой более вероятно могут ломаться или даже пробиваться насквозь. Но ведь на террасе, кроме людей, может также находиться и вполне грузная мебель. Столы, стулья, диваны, мангал. И поэтому рецептура доски, толщина и плотность, а также вес очень важны. Ах да, толщина, плотность и вес. Как я мог забыть про самое интересное? Вот, кстати, две доски. Одна Grand Line, а вторая совсем нет. Давайте штангенциркулем проведем замер высоты. И на первый взгляд мы видим, что Grand Line мог бы сделать материал получше. Доска другого производителя имеет большую высоту, а значит, она как бы толще и прочнее. Ведь так? Так да не так. Дело в том, что на прочность значительно влияет толщина стенки. Давайте произведем замеры трех образцов. Первый это Grand Line. Второй это другой производитель в аналогичных размерах. И третий образец. Это панель с увеличенной высотой. А теперь на секунду задумайтесь и скажите, какую террасную доску вы хотели бы видеть под ножкой дивана, на которой сядет шумная компания ваших друзей и родственников? Высокую, утонченную или коренастую и крепкую? Кроме того, тонкая стенка вкупе с бюджетной рецептурой могут приводить к самым неприятным последствиям. Ведь в такой доске банально меньше материала. А насколько меньше материала, спросите вы? Ну, давайте вместе и посчитаем. Опять-таки, можно банально сравнить вес изделий. Берем образцы доски и взвешиваем их на весах. Музыка. 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 Казалось бы, мелочь, но на один квадратный метр это уже более значительное различие. А на террасу в 20 квадратных метров разница становится совсем уж заметной. Музыка. Поэтому будьте бдительны, друзья. Только лучшая рецептура с гранитной крошкой, толстые стенки и полновесные панели обеспечивают долгий срок службы панелей. А Грандлайн, как производитель панели, использует все три элемента успеха, чтобы давать письменную гарантию на панели из древесно-полимерного композита сроком на пять лет. Ну что, посмотрим на фактуры, цвета и аксессуары. Музыка. Итак, желание сделать хорошую террасу есть. Знания, необходимые для выбора качественного материала, теперь тоже есть. Остался лишь один вопрос. А что мне конкретно нужно? Вопрос, конечно, больше философский, но давайте я покажу, что есть. Итак, под брендом Грандлайн производится всего две доски. 3D и тиснение. 3D это объемная фактура дерева, и если хочется прямо чувствовать каждый изгиб древесного рисунка, то этот выбор для вас. Смотрится очень объемно, благодаря глянцевой поверхности будет переливаться в солнечных лучах, как царская корона. На реальном объекте будет выглядеть вот так. Из интересных технических особенностей панели 3D это то, что объемная структура благодаря глубокому рисунку будет менее заметной истираться. И кроме того, такой рисунок отлично препятствует скольжению. Второй тип панели это рисунок под названием тиснение. На реальном объекте будет выглядеть вот так. Это более сдержанная фактура, ведь рисунок не такой глубокий. Однако, думаю, вы заметили, что свет здесь поигрывает немного иначе. Связано это с тем, что панели типа тиснения не глянцевые, а обработаны методом шлифовки. Это решает сразу две проблемы. Во-первых, шлифовка помогает сделать эту фактуру менее скользящей. Во-вторых, тиснение неглубокое и на нем в глянцевом виде даже мелкое стирание будет очень заметно. Поэтому, чтобы не шлифовать глянцевую поверхность тапками, расстраивая хозяйку усадьбы, поверхность шлифуют на заводе. И последний дизайн секретный. Он называется вельвет. Чтобы его обнаружить, нам нужно перевернуть панели. На реальном объекте вельвет обычно выглядит вот так. По отзывам могу сказать, что вельвет это отличное решение против скольжения. Но знайте, нахождение босиком на этой фактуре будет не таким комфортным, как на тиснении или 3D. Кроме трех фактур, вам также доступен широчайший набор цветов. Это большое подспорье в проектировании стильной и стилистически уместной террасы. Кроме того, доска доступна не только в классическом варианте, но и в массиве. Для самых тяжелых нагрузок или для мест с высокой проходимостью. В практическом смысле для загородного дома доска типа массив нужна в основном для заезда автомобилей. Но террасная доска Grand Line это, просите за тавтологию, не только доска, но и полный набор комплектующих для красивой и функциональной террасы. Декоративные уголки, ограждения, ступени и перила. Если остались вопросы, вы знаете, куда писать. Если ролик понравился, вы знаете, куда нажимать. Фото красивых террас можете посмотреть в нашей галерее. Если вас ударила тоска, Grand Line террасная доска. Всем удачи!